Сегодня мы идём в дом-музей Ивана Сергеевича Тургенева. В доме, расположенном по адресу Остуженко, 37, с 1840 по 1950 год, жила мать писателя Варвара Петровна. Иван Сергеевич приезжал её навестить. Недалеко от музея открыт памятник Тургеневу. На стене соседнего дома изображён Тургенев с собакой. Сам дом чудом сохранился. Основным архитектурным элементом строения стал портик с шестью дорическими колоннами и белокаменным узорным заборчиком по всему периметру балкона. В короткие сроки была проведена реставрация особняка. Музей был открыт 9 ноября 2018 года, в день рождения писателя. Помимо дома писателя, в комплекс входят сад и сквер. Посмотрите, какая симпатичная беседка, которая располагает к отдыху. Такой вид открывается на Остоженку. На мой взгляд, в музее очень удачно применены современные технологии. Первый зал называется «Мир Остоженского дома». Здесь представлена история дома на Остоженке, Москвы Тургеневского времени. Это скульптурный портрет Тургенева с собакой. Вот дом Тургеневых на Остоженке. Поднимаемся вверх. На стенах портреты известных людей. В разное время в этом доме жили Аксаков, Бакунин, Толстой Американец, Боротынский. Этот зал посвящен повести Тургенева «Муму». Рассказ был опубликован в 1854 году. Именно эта усадьба и ее обитатели стали прототипами повести «Муму». А вот и сама «Муму». Скульптура называется «Муму приветливая». Следующий зал называется «Мир дороги и странствий». Это бывшее официантское. Современники называли Тургенева русским скитальцем. Здесь размещены виды Берлина, Парижа, Рима, Вены и других городов и памятных мест, оставивших след в творчестве и судьбе Тургенева. На подносе мы видим визитки. Это шкаф-бюро. Замечательная ваза. На этом подносе все для чаепития. Посмотрите, какая замечательная дверца в печи. Это зал «Мир России, Москвы, Семьи». Большой зал парадной анфилады Тургеневы чаще всего использовали как столовую. Здесь Варвара Петровна устраивала детские праздники для своих воспитанниц, Варварины именины, рауты для московских друзей Ивана Сергеевича. На подоконнике цветет красная герань. Замечательная люстра и потолок с лепниной. Потрясающее зеркало в простенке. Еще раз хочу подчеркнуть, что в музее очень удачно и ненавязчиво применены современные технологии. На берегах Невы состоялась встреча Тургенева с французской певицей Полиной Виардо, ставшей знаковой в его судьбе. А это хоры для оркестра. Это зал «Мир матери». Здесь Варвара Петровна любила проводить время за чаем, картами, чтением. В комнате, украшенной цветами, по моде того времени стоит мебель с цветочной обивкой. Жординьерка зеленью отделяет читальный кабинет Варвары Петровны. Давайте еще раз полюбуемся на читальный кабинет. По-моему, замечательное решение. Варвара Петровна очень любила зелень, поэтому в гостиной мы видим натюрморты с букетами, вазы и кашпо с цветочной росписи. Здесь тоже очень красивый потолок. Это зал «Мир хозяйки». Здесь находилась спальня и кабинет хозяйки дома. Здесь картины на библейские сюжеты. Экспонируется коллекция фарфоровой скульптуры. Секретер с кучей выдвижных ящичков. На столешнице представлены вещи Варвары Петровны. За ширмой расположено спальное место хозяйки дома. Здесь высокая кровать. Прикроватные столики с необходимыми вещами. Непосредственно к спальне примыкает гардеробная. Образцы женского и мужского платья XIX века напоминают о том, что сам Иван Сергеевич в одежде всегда следовал последней моде. Обитательницы дома занимались вышиванием бисером или по конве. Посмотрите, какой замечательный стол для рукоделия. Этот зал называется «Мир московского детства и отрочества Тургенева. Года учебы». Посмотрите, какой стол с выдвижной рабочей поверхностью. Секретер с кучей ящичков. Интересная шкатулка. Тургенев поступил в Московский университет в возрасте 15 лет. Год спустя вместе с отцом он переехал в Санкт-Петербург. Гоголь преподавал Тургеневу историю. Его познакомили с Жуковским и Лермонтовым. В это время начинает формироваться круг литературного общения будущего писателя. Это зал «Мир творчества». Здесь представлены экземпляры журнала «Отечественные записки» за 1841-1842 годы, где напечатаны стихотворения «Баллада» и «Похищение». В 1947 году выходят записки охотника. В 1962 году «Отцы и дети». Поднимаемся наверх. Это мемориальный кабинет Тургенева. За ширмой – спальное место. Ружья с охотничьей сумкой поверх ковра напоминают об увлечении охотой. Рядом находится умывальник. У этого умывальника откидная крышка с зеркалом. В сложенном состоянии умывальник выглядит как комод. Проходим дальше. Здесь книжный шкаф, стол и секретер. Хочу обратить ваше внимание на замечательную ширму с пейзажами. Экспозиция расположена в мемориальной комнате на Андресолях, где в 40-е и 50-е годы останавливаясь у матери, жил Тургенев. Среди его московских друзей и знакомых в этот период – славянофилы Хомяков и Оксаков, историк Грановский. Этот зал называется «У чужого очага». Экспозиция посвящена жизни писателя в Германии и Франции. В центре зала расположена витрина с автографами писателя. Это портрет Полины Виардо. Посмотрите, такой замечательный столик может еще и складываться. Здесь очень много изображений собак, поскольку Тургенев был заядлым охотником и любил собак. Мы видим еще один замечательный секретер. После 1963 года Тургенев подолгу живет в Баден-Бадене. В этот период выходят «Повесть призраки» и «Роман дым». Этот зал посвящен последним годам Тургенева. 1870-е годы стали временем настоящего триумфа Тургенева. В России он избирается членом-корреспондентом Императорской академии наук. Оксфордский университет присуждает ему степень доктора гражданского права. Его произведения переводятся практически на все европейские языки. Он участвует в открытии памятника Пушкину в Москве в 1880 году. Замечательный музей. Всем советую его посетить.